Венесуэльцы Они только закончили школу, называют себя антигравидат, антигравитация. Они выступают на фоне пары массивных усилителей звука фирмы Marshall. На солисте огромные желтые солнцезащитные очки и футболка с изображением кричащей гориллы в наушниках. Они играют поп-панк а-ля Green Day. Это видео, которое я смотрю на YouTube. И то, что я вижу, очень похоже на любой рок-фестиваль в любой точке мира. В съемку вмонтированы кадры толпы зрителей. Это люди в шортах и футболках. Они весело проводят время. Молодые девушки в первых рядах трясут головами, хлопают в ладоши и машут руками, в то время как солнце садится над городом. Производство Pineapple Street Studios, Кругит Мидия и Spotify. Это «Раскачивая Венесуэлу», второй бонусный эпизод подкаста «Ветер перемен». С вами Патрик Радонкиф. После выхода основного подкаста мы получили сотни писем от людей из разных стран, в которых были мнения по поводу истории про Скорпионс и ЦРУ. Многие предлагали свои собственные теории, которые было невероятно интересно читать. А еще меня поразило число очень подробных писем примерно следующего содержания. Я на 85% уверен, что мой покойный отец тайно работал в ЦРУ. Можете помочь мне разобраться в этом. Но наиболее интересно то, что все эти письма указывали нам на другие примеры того, как правительственные организации секретно проводили какие-то операции, которые касались поп-культуры. В том числе упоминались и совсем недавние примеры. Про один из самых интересных и хорошо документированных примеров мы узнали от этого человека. Да, я Тим Гилл. Его зовут Тим Гилл. Тим связался со мной в Твиттере несколько недель назад. Когда-то он пел и играл в этой панк-группе из Кливленда. Они назывались «Отзвуки Харперс Ферри» в памяти восстания рабов под предводительством аболициониста Джона Брауна в 1859 году. На этой записи поет именно Тим. По названию группы видно, что она была достаточно политизированной. Один из их альбомов называется «Никогда не забудем». Обложка альбома покрыта цифрами, которые обозначают года, в которые США осуществляли вмешательство в дела других стран по всему миру. Совершенно логично, что музыка Тима политизирована. Ведь именно музыка разожгла его интерес к политике. Я родился в 1984-м. Музыку стал слушать в начале 90-х. Тогда было много Нирваны, Смешинг Пампкингс, Саундгарден. И постепенно я стал слушать «Оперешен Айви», «The Broadways», «Пропаганди». Особенно ему нравилась эта канадская панк-группа «Пропаганди». Он начал слушать их, когда ему было 12 или 13 лет. Не будет преувеличением сказать, что для Тима эта музыка стала своего рода политическим пробуждением. Многие панк-группы критиковали разные проблемы общества, разного рода неравенства. Домашнее насилие, гендерное неравенство, расизм, классовое неравенство. Пропаганди же поднимали вопросы не о колониализме. Говорили о Чьяпасе, штате на юге Мексики. Эта группа открыла мне глаза на мир, расширила мои представления о нем. В одной из песен группы «Пропаганди» за State Lottery «Государственная лотерея» он услышал этот голос. Как песок сквозь пальцы, их грабят. До тех пор, пока люди не достигли повсеместного уровня жизни более привилегированного общества, пока они не возродят эти традиции, перспективы демократии. Оказалось, что это интеллектуал левых взглядов, активист Ноам Хомский. Тим такой фанат, который, когда ему нравится альбом, внимательно читает аннотацию к нему. У «Пропаганди» в аннотации был список для чтения. Это был почти учебный план. Там были книги о том, как стать веганом, книги о феминизме, работы Ноама Хомского и Говарда Зина. Я стал читать, и мой мир просто перевернулся. Это была как будто альтернативная история США, намного более сложная и значительно менее лицеприятная, чем та, которую мы преподавали учителя в школе. Тогда я узнал, что США учит военных из Эль Сальвадора в школе Америк, как пытать людей, как насаживать голову на шесты и другие вещи такого рода. Что США при помощи ЦРУ свергали демократически избранные правительства в Гватемале в 50-е, в Чили в 70-е. И почему тогда в школе мы слышим совершенно другое? Тим серьезно заинтересовался историей Латинской Америки и тем, каким образом США пытались воздействовать там на политическую ситуацию. К слову, если вы слушали подкаст «Ветер перемен», вы оцените эту песню. Это одна из тех, которые Тим написал для отзвуков Харперс Ферри. Она называется «Dispatch Master Transport». Песня завершается небольшой отсылкой к знакомому Докамаги по бизнесу в Панаме Мануэлю Нарьеге. Бывший директор ЦРУ утверждает, что он отстранил Нарьегу от работы, снял его с довольствия правительства США, а Буш вернул его и даже увеличил выплачиваемую ему сумму. Их отношения стали еще ближе, чем были раньше. Сегодня Тим – профессор социологии. Мне кажется, если подумать, нет ничего странного в том, что мальчик, когда-то собиравший книги по списку для чтения из аннотации к альбому Пангруппы, решил податься в науку. До последнего времени он преподавал в Университете Северной Каролины в Уилмингтоне, а эту осенью начинает работать в Ноксфире в Университете Теннессе. Я занимаюсь политической социологией, в частности, внешней политикой США в отношении Венесуэлы. В частности, он посвятил много времени анализу политики США во время президентства Уго Чавеса, который был лидером Венесуэлы с 99-го года до самой своей смерти от рака в 2013-м. Вчера говорил президент Соединенных Штатов Америки, которого я называю просто дьявол. Был здесь и говорил, словно властелин мира. Да, Уго Чавес – очень интересная, яркая, много кого раздражающая личность. Чавес был социалистом, который начинал в Венесуэле в военной среде, а затем принял участие в неудавшемся госперевороте в 92-м. Был заключен в тюрьму, освобожден и потом баллотировался в президента. Он был очень крупной, яркой личностью. Люди либо любили его, либо ненавидели. Я не большой специалист в политике Венесуэлы, так что не буду выносить какие-то собственные суждения по поводу сложного наследия Чавеса. Я только скажу, и тут не о чем спорить, что он и Джордж Буш-младший не ладили друг с другом. И Чавес демонстративно усугублял и так постоянно усиливавшееся противостояние Соединенными Штатами. Он не был одним из тех, кто вел войну против международного терроризма. Он не вводил войска ни в Афганистан, ни в Ирак. Он показывал фотографии убитых детей и говорил, «В этом ваша свобода? Это ваша демократия? Вторжение в чужие страны?» Это очень сильно раздражало правительство Буша. В 2002 году Чавес пережил попытку государственного переворота, направленного на отстранение его от власти. Переворот был организован группой правых бизнесменов и военных лидеров. Впоследствии стало известно, что ЦРУ знала о перевороте заранее, но ничего об этом не сказала. Чавеса унизили. Он стал занозой в теле правительства США. Он постоянно говорил о том, что основная функция США – проецировать свою власть на другие страны и снабжать ресурсами мировую элиту. Чавес любил работать на показ. Он, например, отправлял дешевое топливо для отопления домов малоимущему населению Южного Бронкса. Среди прочего, Тима, как ученого, заинтересовала то, что даже после окончания Холодной войны США оказалось стремились вмешиваться во внутреннюю политику других стран. Оправданием вмешательств в политику Гватемалы, Чили, Никарагуа и других стран было то, что эти страны могли встать на сторону Советского Союза. Но Холодная война окончена. Советского Союза больше не существует. Наступил период после Холодной войны. Но и сейчас США, о котором не нравится Уга Чавес, оказалось втихую, проводили целый ряд операций по оказанию давления в надежде, что получится избавиться от него. Неужели именно это сейчас происходит в Венесуэле? Все те же операции времен Холодной войны. В прошлом ЦРУМ провело много подобных операций в Латинской Америке, секретно финансировало работу газет, различные культурные инициативы. Они целенаправленно работали над смещением демократически избранных лидеров. Но Тим узнал в ходе исследования, что сегодня большая часть этой работы выполняется другой организацией, с невероятно скучным и ничего не означающим названием. В 80-е годы администрация Рейгана создает Национальный фонд поддержки демократии, чтобы открыто делать за границей то, что изначально ЦРУ делала строго под грифом «совершенно секретно». Что же представляет собой Национальный фонд поддержки демократии? Я бы сказал, что это полу-государственная организация, квази-государственная организация, которая финансируется за счет налогоплательщиков из Конгресса. На некоторые программы они получают деньги от Газдепа. На сайте фонда, который также известен под своей аббревиатурой NED, написано, что это частная некоммерческая организация, миссией которой является содействие становлению и развитию демократических институтов по всему миру. Чем подробнее Тим изучал организацию, тем больше Национальный фонд поддержки демократии представал в качестве прикрытия для правительства США, одним из способов для Америки применять мягкую силу за рубежом и проводить свою политику, при этом сохраняя возможность правдоподобно отрицать обвинения в том, что такая деятельность официально санкционируется правительством. Тим обнаружил одно красноречивое свидетельство тому, что NED во всех отношениях, по сути, государственная структура. Нельзя даже по закону о свободе информации потребовать обнародования данных частной организации. Обычно закон о свободе информации не распространяется на частные некоммерческие организации. А вот информацию по Национальному фонду поддержки демократии потребовать можно. Поэтому Тим подумал, если закон о свободе информации распространяется на фонд, то почему бы этим не воспользоваться? Вот что меня заинтересовало. В период после Холодной войны исчезли основания, по которым нужно было свергать иностранные правительства, объясняя это их потенциальным сотрудничеством с Советским Союзом. Советского Союза больше нет, но мы видим, что США все еще ведут подрывную работу против правительств левого толка, в особенности в Латинской Америке. Тим сделал подробный запрос по Венесуэле. Я запросил у них информацию о том, кого они поддерживают в стране и для чего. Я хотел получить квартальные отсчеты. Он запросил эту информацию в 2012 году. Годы шли, а то и это все не было. Затем он направил запросы в Государственный департамент, в USAID и в сам NED. И как обычно бывает в таких случаях, его запросы ждал долгий путь сквозь всю бюрократическую систему США. Мне говорили многое, что мне не нужна эта информация, что это приведет к трагическим последствиям, если я получу эти документы. Серьезно? Да, что правительство Чавеса расправится с теми, с кем сотрудничает Госдеп. Они все твердили, у нас нет ничего, мы не знаем, что вы тут ищете. Потом прямо сказали, мы будем продолжать в том же духе, мы не дадим вам эти документы, если только вы не подадите на нас в суд. Но вам лучше так не делать. Тим не подавал в суд, но и не сдался. И наконец, спустя 8 лет бюрократической волокиты, он начал получать эти документы. И открытия оправдали ожидания. Поговорим о них сразу после перерыва. Когда правительство наконец ответило на запрос Тима, он стал получать тысячи страниц документов из Агентства США по международному развитию и Национального фонда поддержки демократии. Подозрения Тима подтвердились. Он прочитал о долгосрочной правительственной программе по поддержке различных антиправительственных группировок Венесуэли, противостоящих режиму Чавеса. К еще Тиму, когда-то солисту панк-группы «Отзвуки Харперс Ферри», попался на глаза такой документ, который обратил на себя его особое внимание. Я обратил внимание на объявление о конкурсе для рок-групп. Время, когда он это прочитал, не безинтересно. Тим обнаружил этот документ ровно тогда, когда подкаст «Ветер перемен» вышел в эфир. Этот документ был датирован 2011 годом. Там говорилось о специальном гранте, учрежденном фондом NED. Документ назывался «Рок без цензуры». В нем была критика общего состояния страны, ущемление свободы слова, проблемы с демократией в стране. В документе поощрялось то, что молодежное движение в стране действовало особенно активно. Поощрялось присоединение большого количества Венесуэльзю к мирной демонстрации против решения правительства о прекращении работы некоторых районов. Мы хотим, чтобы рок-группы поразмышляли над этой ситуацией и представили песни на эту тему для конкурса. Также в документе говорилось, что группы будут поощрять, я цитирую, написание новых песен, отражающих важность развития и защиты свободы самовыражения в сегодняшней Венесуэле. Это не единственный пример того, что в последнее время правительство США пытается влиять на политические события в Латинской Америке через продвижение определенных видов музыки. Специальное посвящение всему кубинскому народу. Согласно расследованию Associated Press 2014 года, на протяжении нескольких лет USAID тайно финансировала кубинский хип-хоп, критиковавший режим Кастро, например, эту группу Los Aldeanos. Я, 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 страна с традицией борьбы за свою независимость и против неравенства. Я запуганное общество, которое слушает тех, кто заткнул его своей ложной свободой. Операция проводилась под прикрытием компаний Creative Associates International. Они использовали подставную панамскую компанию и банк в Лихтенштейне, чтобы замаскировать американские деньги, вложенные в раскрутку хип-хопа на Кубе. В истории уже существовали подобные прецеденты. В Венесуэле это выглядело так, будто Национальный фонд поддержки демократии сотрудничал с организацией под названием Un Mundo Sin Mardazza, что означает что-то типа «Мир без цензуры» или, если буквально, «Мир без кляпов». Она помогла организовать конкурс. Планировалось выпустить музыкальные диски и распространить их в день большого финального концерта. Ты приходил на концерт и получал диск. Это возвращает нас туда, откуда мы начинали. На концерт в Каракасе в ноябре 2011-го на выступление победившей группы «Антигравидат». Расскажи мне об этой группе. Кажется, они выиграли конкурс? Они выходцы из обеспеченных слоев населения. В их музыке есть что-то от панка, она хорошо подходит для радио. Они напоминают Green Day, Blink 182 или что-то в этом ключе. В Венесуэле есть понятие «сифрино». Оно означает детей из обеспеченных семей, которые изолированы от проблем неравенства в стране. Есть направление в музыке, которое называется «сифри-рок». Это рок, который как бы оторван от реалии страны. Я думаю, что это видно по песне «Праймейтс». Это название песни «Приматы». И воруют, и убивают, и лучшее для них это… Расскажи мне об этой песне. Они попросту жалуются на ситуацию с безопасностью в стране. Они поют, что тебя могут убить, обокрасть, у тебя могут украсть телефон, и что те, кто это делают – гориллы, приматы. Общий тон песни такой, что в стране развита преступность, в стране небезопасно. Ты не можешь выйти из дома, потому что там на улице гориллы, приматы, которые тебя обкрадут и убьют. Понимаешь, реальность Венесуэли такова, что это глубоко сегрегированное общество. Это было рабовладельческое общество до середины 19 века. И в песне довольно явно рисуется расистский образ тех, кто совершает преступления на улицах, и кого стоит бояться. Я хотела спросить тебя об этом расистском по тексте в песне, но это даже не по тексту, потому что они говорят об этом прямым текстом. Да, прямым текстом, они даже не пытаются, я имею в виду. Ну ты понял. Тиму ясно, что расистские обвинения в песне «Приматы» были направлены против Чавеса и его правительства. На карикатурах оппозиции цвет кожи Чавеса всегда изображался темнее, чем он был на самом деле. Он и его последователи часто сравнивались с обезьянами и гориллами. Нельзя было услышать эту песню и не понять, что она направлена против правительства страны. Что эти дикари на улицах, которые воруют вещи, делают это с разрешения правительства, и что в правительстве такие же гориллы. Я считаю, что сложно интерпретировать эту песню как-то иначе. Что же заставляет тебя предполагать, что несмотря на то, что Советского Союза уже давно нет, мы до сих пор продолжаем проводить подобные операции? Несмотря на то, что мы победили в Холодной войне, любую угрозу, неважно большую или маленькую, США хотят устранить. Так как нам хотелось бы видеть мир полным союзников. Я думаю, это связано с геополитической мощью. Тим видит явную связь между историей, которую мы рассказали в подкасте «Ветер перемен» и его недавней находкой по поводу Венесуэлы. Я думаю, что США ведут последовательную работу в сфере культуры для того, чтобы пытаться менять сознание людей. Это делается через финансирование издания книг, финансирование съемок фильмов, финансирование рок-групп, хип-хоп исполнителей. США понимают, что культура играет важную роль. Давай вернемся в то время, когда ты был ребенком и впервые открыл для себя панк-рок. И когда эта музыка пробудила в тебе интерес к политике. Давай. Что ты думаешь, когда сопоставляешь тот свой опыт пробуждения и тот факт, что США используют музыку? Может, это и спорное утверждение, но таким циничным образом, для того, чтобы спровоцировать аналогичное политическое пробуждение в других людях. Почему твое пробуждение чистое, а их пробуждение – управляемая фикция? Как ты это разделяешь? Что думаешь по этому поводу? Смотри, для меня панк был способом вырваться. Бросить вызов властям, бросить вызов полиции, бросить вызов милитаризму, бросить вызов идеи превосходства белой расы. Дело в том, что США во многом олицетворяют все это зло как на международной арене, так и внутри себя. В Латинской Америке другое дело. Это было просто уму непостижимо, если бы музыканты из той же среды, что и я, пели о том, как черные преступники хотят убивать и красть. А в Венесуэле такие же ребята, как я, когда-то поют это, и все это финансируют США. Мне грустно видеть, как панк, когда-то пришедший с улиц Лондона в Нью-Йорк, теперь используется правительством США для того, чтобы компрометировать социалистические правительства. Разговаривая с Тимом, я постоянно думала о том, что сказала мне Роуз, бывший тайный агент из четвертого эпизода. Она восприняла историю о Wind of Change не как локальное событие, произошедшее в девяностом году, а как один из примеров того, что может происходить до сих пор. Если абстрагироваться от этой конкретной истории и посмотреть на все это шире, как на кампанию по пропаганде, вполне вероятно, что в ее рамках предпринималось множество действий совместно спланированных или даже скоординированных. То есть могли быть и другие группы. Да, и другие группы могли распространять необходимые идеи. Так сложилось, что песня Wind of Change единственная стала сверхпопулярной, но это не означает, что не было других песен и групп. Если иногда составлять список стран, в которых правительство США хотело бы сменить режим, Венесуэла всегда будет в этом списке. Она входит в него и сегодня. Распространение демократии – забавное предприятие. С одной стороны, его нельзя осуждать, так как в наших же интересах способствовать развитию открытости и подконтрольности в других странах. Это здоровые ценности. Но что вызывает беспокойство, так это наша избирательность в этом вопросе. Мы способствуем развитию демократии не везде в мире. В этом и заключается неискоренимый грех нашей геополитики. Стратегических партнеров мы не трогаем. Мы не лезем из кожи вон, защищая свободу слова в Саудовской Аравии. К тому же, иногда мы вообще не поддерживаем демократию, то есть не поддерживаем интересы большинства в какой-либо стране. Более того, мы частенько поддерживаем противоположные демократии, идеи или лидеров, если только они соответствуют нашим интересам в данной стране в данный момент времени. Вот она, нелицеприятная правда, на которую наткнулся Тим. Та песня ужасна. Не только с точки зрения музыки, но еще и по своему смыслу. Чтобы вы там не думали о песне «Wind of Change», но если вы слушали наш подкаст, за что вам спасибо, хоть вы, возможно, все еще напеваете или насвистываете ее, желая, чтобы ее удалили из вашей памяти, то вы не можете отрицать, что она несет жизнетверждающий посыл. В какую бы версию появления этой песни вы бы не верили, это была хорошая песня в подходящее для нее время. В Венесуэле правительство США пыталось провернуть что-то по сценарию, очень похожему на сценарий «Wind of Change», поспособствовать созданию и распространению популярной музыки, которая бы толкнула молодежь к восстанию. Но вы слышали эту песню, ее слова? Приматы? Гориллы? Она настолько же направлена на то, чтобы разобщить общество, насколько «Wind of Change» была призвана объединить его. Рассматривая с критической точки зрения недавние американские операции по оказанию давления, я внезапно ясно понял, почему так много бывших шпионов, у которых мы брали интервью, отчаянно надеялись, что наша версия появления песни «Wind of Change» – правда. Если подумать, мы нарисовали картину лучше и красивее, чем та уродливая реальность, которая имеет место быть на самом деле в таких местах, как, например, Венесуэла. Наша история из тех историй, которые хотелось бы, чтобы оказались правдой. Спасибо, что слушали подкаст «Ветер перемен». Всего хорошего. Перевод бонусных эпизодов подкаста на русский язык осуществлен силами творческого объединения «Огонек». Русский текст читала Элина Тимковская. Русский текст читала Элина Тимковская.